О том, что пакет макрофинансовой помощи Киеву объемом 50 миллиардов евро на период с 1924 по 1927 годы принят, стало известно практически сразу после открытия внеочередного саммита ЕС. Накануне главы крупнейших государств ЕС провели встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который до сих пор блокировал выделение этих средств. Мы приветствуем достигнутую сделку по предоставлению долгосрочной финансовой поддержки Украине. Это хорошая новость. Украина – наш приоритет. Именно поэтому мы нуждались в этом соглашении, достигнутом сегодня всеми 27 государствами-членами и в рамках бюджета ЕС. Это обеспечит доверие, легитимность и предсказуемость, которых от нас ждут, потому что безопасность Украины – это безопасность Европы. А для этого мы должны выполнить обязательства, которые мы взяли на себя два года назад, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. После вторжения России Украине понадобились сотни миллиардов евро. Аналитики Кильского института мировой экономики отслеживают помощь, оказанную Украине и ее союзниками с начала войны. Военная поддержка, оружие и боеприпасы составляют значительную часть этой помощи. Крупнейшим донором Украины в ЕС является Германия, а северные страны – Дания, Нидерланды и Швеция – серьезно отстают от нее. Стоит отметить, что меньшие страны-члены ЕС взяли на себя более значительные обязательства в соотношении с размером их экономик. По доле ВВП некоторые восточноевропейские страны, такие, например, как Литва, Латвия и Эстония, взяли на себя наибольшее обязательство перед Украиной – до более чем 1% своего ВВП. В то время как военная поддержка Украины со стороны США превышает поддержку ЕС почти на 10 миллиардов евро, страны Европейского Союза являются крупнейшими донорами Киева. Если говорить об общем объеме помощи Украине, то с 24 февраля 2022 года европейские государства-члены и институты уже выделили в общей сложности около 133 миллиардов евро, что является весьма значительной суммой. Для сравнения, следующим крупнейшим донором являются Соединенные Штаты, которые выделили в общей сложности 71 миллиард. То есть ЕС выделил почти в два раза больше. Конечно, речь идет о самых разнообразных видах помощи. Это и финансовые, и гуманитарные, и военные компоненты. И выделяются они в рамках различных программ. Но в целом Евросоюз и входящие в него государства и институты являются действительно очень активными донорами. Однако критики отмечают, военная поддержка далеко не всегда оказывалась вовремя, что дорого обходилось Украине на поле боя. Вот и накануне внеочередного саммита ЕС Брюссель фактически признал провал представленного в марте прошлого года плана, который предусматривал поставку украинской стороне миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к марту эта цель будет выполнена лишь над 52%. Накануне канцлер Германии Улов Шольц заявил в Бундестаге о необходимости более широкой поддержки Украины со стороны ряда стран ЕС. По его словам, было бы ошибкой считать, что основной груз обязательств должен лежать на Германии и что Германия сможет предоставлять помощь Украине самостоятельно в случае отказа от нее Соединенных Штатов. Именно по инициативе Шольца дальнейшая поддержка Киева стала темой нынешнего внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. О подробностях сегодняшней встречи в Брюсселе и о том, как Брюсселю удалось уломать строптивого премьера Венгрии Орбана, узнаем у Сапкора Дойчвели при штаб-квартире Евросоюза Ксении Польской. Я надеюсь, что мы сейчас ее увидим. Да, Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Ксения, ну чем надавил Брюссель на Орбана, который в итоге все же согласился снять свое вето на помощь Украине? На этот раз действительно чувствовалось очень много эмоций в воздухе. То есть, с одной стороны, ощущалось и много раз повторялось слово фрустрация. То есть, вплоть до вчерашнего дня говорилось о фрустрации. Сегодня утром непосредственно перед саммитом говорилось об усталости. Причем премьер Польши Дональд Туск сказал, что усталость не как принято считать от помощи Украине, а усталость у нас от Виктора Орбана. То же самое можно сказать, говорили и многие другие, возможно, в какой-то другой форме. Но чувствовалось, что никто больше не хочет давать Виктору Орбану возможность перетягивать на себя одеяло, привлекать все внимание и быть, так сказать, в центре. Поэтому, можно сказать, что было усилено давление на него. Это было скорее давление психологическое, потому что действительно он уже достаточно долго времени единственный выступает с позиции не оказывать помощь Украине, в то время как она ей очень нужна. И каких-то очевидных рычагов нет, потому что на пресс-конференции был задан вопрос, пообещали ли Орбану что-нибудь разморозить из фондов ЕС, что предназначается в Венгрии? Урсула фон дер Ляйн ответила нет, потому что есть определенные правила, есть законы ЕС, согласно которым есть критерии для того, чтобы эти средства были разморожены. И просто Венгрию указали на то, что она обязана выполнить критерии, в том числе и верховенство закона, верховенство права в своей стране, для того, чтобы это было сделано. Ксения, известно ли, на каких условиях предоставляется многомиллиардный пакет Киеву, помимо того, что это до 2027 года? Вот какие детали известны? Да, конечно, детали, причем о них сказали еще тогда, когда в июне прошлого года Еврокомиссия выступила с предложением предоставить этот пакет помощи. Действительно, это беспрецедентная помощь третьему государству со стороны Евросоюза, это огромная сумма. И для этого Евросоюз, конечно же, хочет повысить абсолютно все механизмы аудита и контроля. С одной стороны, Украина должна усовершенствовать свои механизмы у себя, с другой стороны, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, получает возможность на любом этапе контролировать, куда, на что идут эти средства, каким образом они расходуются, насколько целесообразно, эффективно и так далее. Будет создан независимый совет аудиторов, который будет также отчитываться перед Европейским Союзом. И еще одно условие, которое, кстати, тоже предложили Виктору Орбану в качестве компромисса, это то, что Европейский Совет сможет обсуждать помощь Украине ежегодно, то есть не так, как он хотел ежегодно ставить на голосование, чтобы он мог снова наложить вето, а просто вести дискуссию, прозрачную дискуссию на тему того, как расходуются средства в Украине, чтобы как-то можно было это подкорректировать. То есть доклады будет предоставлять Еврокомиссия. То есть вот такие условия пока что известны. И когда нам объяснят больше, возможно, с какими-то примерами, я с удовольствием расскажу вам еще. Ксения, у многих сейчас возникает вопрос, в состоянии ли ЕС оказывать такую масштабную помощь, лидируя в мире по ее размерам и охвату, с учетом, что в самих странах ЕС ситуация складывается не самым лучшим образом. Возьмем те же бесконечные забастовки и протесты, которые сейчас проходят во многих странах Евросоюза. Да и ты, насколько я знаю, не без труда из-за них сегодня добралась до места проведения саммита в Брюсселе. В состоянии ли экономика ЕС справиться со всеми навалившимися проблемами? Да, безусловно, экономика ЕС в состоянии. Речь идет о бюджете. Этот бюджет долгосрочный, как уже объяснили в сюжете. То есть он был заложен, вообще закладывается бюджет на 10 лет. То есть то, что сейчас происходит, это в середине этого срока его пересматривают. Причем его пересматривали первый раз, потому что раньше это был такой неповоротливый бюджет. Его как заложили, так вот им и пользовались. Но на самом деле пересмотреть его решили именно потому, что есть глобальные вызовы. Вначале это была пандемия коронавируса, затем это полномасштабное вторжение России в Украину. Итак, есть бюджет, он в принципе заложен, причем его решили даже нарастить. И из этого бюджета как бы выделяется помощь Украине. Это не внебюджетный инструмент, для которого нужно привлекать дополнительные средства. Ну а что касается фермеров, которые сейчас протестуют в Брюсселе, они подъехали практически ко всем зданиям, которые могли сегодня, несмотря на блокировку в европейском квартале в Брюсселе. Да, действительно, фермер требует лучших условий для себя. И здесь идет речь даже не столько, конечно, речь идет и о финансах, но речь идет в принципе и о других каких-то механизмах, о законодательстве, об улучшении условий труда и так далее. В данном случае это никак не пересекается с той помощью, которая выделена, вот эта финансовая помощь из бюджета Украине. Продолжение следует...